Здравствуйте! В прямом эфире программа «В центре внимания» от студии Елены Штыникова. Как бороться с хамством на дорогах? Я все прекрасно понимаю, что стресс, пробки, кто-то опаздывает на работу, кто-то торопится, все это вызывает агрессию на дороге, в том числе и хамство. Легко ли при этом сохранить человеческий облик и как бороться, если другой участник движения ведет себя агрессивно? Обсудим в прямом эфире. Итак, у нас в гостях Галина Антонец, региональный представитель Центра защиты прав СМИ. Здравствуйте! Здравствуйте! А также Дмитрий Новиков, тележурналист и депутат Законодательного собрания Приморского края. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие телезрители! И Данил Макарычев, руководитель службы информации общественного телевидения Приморья. Здравствуйте, Данил! Добрый вечер! Для начала я предлагаю посмотреть сюжет, как раз будет всем сразу все понятно, какая буквально неделю назад возникла ситуация с нашим журналистом-коллегой. Нападение на сотрудников СМИ в последнее время в России явление частое. Сегодня с ним столкнулись и сотрудники общественного телевидения Приморья. Все, что происходило на территории нашего предприятия, зафиксировали камеры наружного наблюдения. На них видно, как на нашего коллегу Данила Макарычева оказывается физическое воздействие. Немногим позже он рассказал, в чем суть конфликта. На наш взгляд, человек, возможно, нарушил правила дорожного движения. Мы сделали ему замечание. После этого человек проявил агрессию, сел в машину свою, погнался за нами, приехал на территорию общественного телевидения Приморья. Мы представили, сказали, что мы журналисты. И этого тоже никак не успокоили. Более того, он начал применять методы физического воздействия. Толочки различные. И, конечно же, очень многому получили угроз с его стороны. После инцидента сразу же за работу взялись юристы. Они внимательно изучили видео и составили ряд заявлений. Ведь на наших коллег оказывали физическое воздействие во время исполнения служебных обязанностей. Кроме того, покидая территорию, водитель Лексуса, возможно, нарушил правила дорожного движения. Этот видеоматериал, вкупе с заявлением, уже передан в ГАИ Владивостока. По данному факту, руководством госавтоинспекции назначено проведение проверки, по результатам которой будет установлена степень вины водителя. И в случае явной его вины, данное лицо будет привлечено в соответствии с действующим законодательством к административной ответственности. К защите прав журналистов подключились коллеги. Сами они не раз сталкивались с подобными случаями. Члены Приморского отделения Союза журналистов России уже составили коллективную петицию в защиту нашей съемочной группы. Мы обратимся в прокуратуру Приморского края, ОВД Приморского края, в иные правоохранители органов с тем, чтобы как можно быстрее разыскать этого человека, кто угрожал нашему коллеге, и чтобы он был причем к ответственности. Напомним, что по-настоящему законодательству угрозы или применение насилия в отношении журналистов наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет. Данный материал мы считаем официальным заявлением в правоохранительные органы. Мы обсуждаем хамство на дорогах и наш телефон 220-92-96. Звоните и задавайте свои вопросы. Данил, неделю назад произошла эта ситуация. Как мы оцениваем эту ситуацию, что это все-таки хамство, проявление со стороны другого участника движения. А на сегодняшний день удалось ли все-таки возбудить административное или уголовное дело по отношению к нему? На данный момент, Лена, идет доследственная проверка. Или вот юрист, если меня поправит, мне буквально сегодня со мной связывались из Ленинского РОВД. Завтра мы пойдем, будем вместе изучать ее, запись, смотреть на нее. Ну, какие-то будут действия, наверное, дальше. Но это вот все пока в рамках законодательства, потому что есть 30 дней для того, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела. Я сейчас правильно говорю? Ну, да, есть 30 дней для проверки. Для того, чтобы провела проверку, в данном случае, органы, которые надзирающие, и квалифицировали вот это правонарушение каким-либо образом, какую-либо статью. И в зависимости от собранных данных, от, скажем так, мнения следователя по данному факту, какое-то будет решение принято. То есть или будет возбуждено уголовное дело, что мы очень надеемся. А где-то граница, от чего это зависит? Административное все-таки будет это или уголовное? Если состав. То есть в данном случае, если мы говорим про 144-ю статью, которая говорит о воспринятии законной деятельности журналиста, причем именно с применением силы конкретной, то здесь необходимо установить, что действительно были определенные действия. Действия в данном случае силовые, с применением силы, угрозы были, а это все было, зрителей много. И кроме того, что в данном случае журналист, что находился на задании, Он находился мало того, что на задании еще на территории, скажем так, почти редакции. И причем, насколько я знаю, было озвучено, что мы журналисты, и, скажем так, не мешайте нам. Если вот это все будет учтено, если все это примут во внимание, то будет по этой статье. Данила, скажи, а вот когда ты сказал, что все-таки ты журналист, и он находится на территории телекомпании, почему он дальше так стал вести себя агрессивно? Почему не остановило его? Я не понимаю. Ну, не знаю, почему человека не останавливают. Мы называем это, ну, и как нам называют в официальных органах, да, это как приступ немотивированной агрессии, да, может быть, может быть, еще что-то. Но мы не берем себя судить, но несколько раз и мои коллеги, которые были на тот момент рядом со мной, и я лично, мы представились о том, что, и попросили покинуть территорию телекомпании, да, потому что, ну, мы считали, что человек находится там как минимум незаконно, вот. Вот. Но человек никоим образом не реагировал на это все. Наоборот, продолжал сыпать ругательствами в наш адрес, продолжал угрожать нам, вот. Угрожать эти угрозы были многими из нас восприняты как реальные абсолютно. И более того, было оказано некое физическое воздействие. Мы не хотим, может быть, какого-то сурового наказания, большого сурового наказания, но проблема существует. Проблема существует в том, что многие сегодня, будь то на дороге, будь то где-то рядом на съемочных площадках, да, они не понимают, что они так делают с работниками СМИ. Когда люди официально им говорят, что мы журналисты, людей это не останавливает, они ломают камеры, крушат это. Да, в этом случае этого не случилось. Но где гарантия, что человек бы не перешел эту грань? И здесь именно для меня, вот лично, это как показатель такого случая, да, что нельзя так себя вести. Если вам сделали даже замечание, да, то нужно, мне кажется, выслушать его и нормально, адекватно реагировать на него, а не ехать, мчаться за нами, как это было в этом случае, приезжать на территорию телекомпании. Человек знал, куда он приехал. Мы несколько раз объяснили, что он находится под записью камер наружного наблюдения. Это его никоим образом не останавливало, совершенно. То есть он продолжал посыпать в адрес НАСА с угрозой самого разного характера. А чем все-таки была его вызвана агрессия, как ты считаешь? Я не могу это видеть. Замечание сделай. Ну, вообще было сделано замечание, да. То есть такое очень аккуратное замечание. На наш взгляд, опять же, за нарушение правил дорожного движения. Я могу сказать, что после выхода этого материала в эфир на сайте общественного телевидения Приморья достаточно бурное обсуждение было. И массу мы услышали и о себе, и о всяких разных вещей. Но часть этих обсуждений, что меня порадовало, это когда писали люди о том, что мы абсолютно правильно сделали. То есть нам, допустим, писали, что вы не вправе делать замечания на дороге. Кто вы такие? Вот что сейчас журналисты считаете себя среднеправоохранительным органом? Данила, объясни, почему замечание было ему сделано? Мы посчитали, что человек остановился на пешеходном переходе, что запрещено правилами дорожного движения. Но еще раз, я еще раз хочу отметить, что на наш взгляд, это возможное нарушение правил дорожного движения. Мы не являемся, если есть последней инстанцией, мы не являемся сотрудниками правоохранительных органов, которые могут говорить, что да, ты нарушил правила дорожного движения. На наш взгляд, это было именно так. В принципе, это довольно приличное замечание. Очень часто слышишь такие, извините, выражения, наша русская речь и ничего. А вопрос такой у меня к Дмитрию. Дмитрий, очень часто вы поднимаете опасные темы. Вот часто вам приходилось, наверное, сталкиваться с хамством и агрессией. Ведь вы журналист, да? Как люди ведут к вам, когда вы знаете, что вы журналист? Насколько они проявляют к вам агрессию? Знаете, две ипостась. Занимаюсь этим ремеслом уже больше 15 лет. И могу сказать, что характер угроз в последние годы, он изменился. Первое происшествие такого рода у меня произошло в 96-м, не то в 98-м году. Оно было связано с финансовой пирамидой RIS+. Плюс мы с оператором проникли на сборище этой финансовой пирамиды в ДКМ. И когда начали там проводить съемку, охрана этой структуры достаточно оперативно отреагировала, пыталась нас оттуда вытолкать. Мы показывали наши журналистские удостоверения. Нас попытались там, как Данил выразился, применить немотивированную физическую силу. В конце концов, нам пришлось под численно превосходящим противником ретироваться. После этого были определенные действия с моей квартирой. Сыпались угрозы мне на пейджер и так далее и тому подобное. Кстати, по факту ДКМа мы в тот момент подали заявление в милицию. Пытались привлечь охранников к уголовной ответственности. Нам это не удалось. Мы отомстили по-другому. Дело в том, что мы все-таки возбудили уголовное дело против этой финансовой пирамиды. И через три года после вот этого сюжета, без ложной скромности скажу, что и благодаря нам это дело было доведено до суда, и организаторы этой финансовой пирамиды во Владивостоке, в Селиновском и подсудимых, и получили реальные сроки. Это было тогда. Тогда сыпались угрозы на пейджер, по телефону и угрожали убить. Сейчас, когда мы поднимаем достаточно опасные темы, которые касаются коррупции или криминала, сейчас не угрожают убить, сейчас угрожают посадить. То есть, знаете, если в 90-е годы себе угрожали бандитами, то теперь себе угрожают коррумпированными силовиками, которые за деньги упекут себя за решетку. Вот в этом-то и есть разница. Ну и кроме того, сейчас не угрожают уже по телефону, потому что век высоких технологий, можно отследить любой телефонный звонок, и после этого ты можешь написать заявление, и, собственно говоря, того человека, который тебе звонил, его привлекут к ответственности. Я бы, знаете, эту тему бы обобщил. Помимо журналистов, я бы вообще поднял бы тему, то, как люди проявляют немотивированную агрессию. Вот случай с Данилом. Показатель. Но еще более показательно то, что происходит в медицинских учреждениях. То, как люди относятся к докторам. Буквально за последние полгода у нас в Владивостоке было порядка 6-7 случаев, когда избивали докторов. Понимаете? Вот это, это тоже страшно. Потому что люди спасают жизнь, а на них бросаются с кулаками и их избивают. Вот об этом тоже необходимо задуматься. Необходимо задуматься обществу о том, как оно себя ведет. И в отношении журналистов, которые освещают те или иные события, и в отношении тех же врачей. Но и вы знаете, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, оно как раз таки отправило в Государственную Думу проект закона проекта, согласно которому нападения на врачей, они будут однозначно расцениваться, как нападение на государственных служащих, и только уголовная статья будет. К сожалению, вот относительно журналистов, была такая попытка, но насколько я помню, она не увенчалась успехом. А как вы считаете, вообще необходимо, чтобы на самом деле это приняли законопроект, а не прикосновенностью журналистов? Смотрите, что происходит. Это не единственное нападение. Не единственное. Да, вот я знаю, Галина. Да, пример есть нападение в прошлом году. Вы защищаете по роду своей деятельности. Да, журналистов часто приходится защищать больше в гражданской плоскости, то есть иски, скажем так, о дефамации, административные какие-то дела о штрафах, но были уголовные дела. Буквально в прошлом году тоже связано с автохамами. Журналист был на задании и снимал, как паркуются у нас в городе Владивостоке. Когда он снимал одну из машин, возле кафе, с кафе выскочили двое мужчин, причем явно в подпитии, потому что один из них водитель. И мало того, что разбили технику журналисту, еще его побили, скажем так, хорошо. Журналист оказался, скажем так, с активной позицией гражданской, и мы вместе с ним по этому делу работали, создали заявление, все довели до реального уголовного дела. Но только квалификация была дела, это умышленное причинение легкого вреда здоровью, то есть в данном случае. Но закончилось все дело миром. Ну, там, скажем так, хорошо работал адвокат с той стороны, потому что дело затягивалось очень долго, квалификация такая была легкая, закончилось все примирением сторон. Но все равно в данном случае хамы были наказаны, то есть они определенные материальные возмещения, как вреда здоровью, также на восстановление камеры, они выплатили. И так или иначе у человека этого автохама, у него где-то в его истории, в истории там милицейской уже стоит, что вот было такое дело, возбуждалось, что человек, скажем так, социально где-то опасный. Это одно дело. Второе, вот недавно был случай, там не дело было, достаточно широко обсуждалось, когда вот известный журналист Сергей Литус, он сделал замечание стрит-трейсером, да, правильно? Да, на дороге. Да, на дороге. То есть его машину подрезали, он просто сделал замечание. Насколько я знаю, ему там перекрыли движение, его там, собственно, скажем так, резко с ним поговорили, причем с применением, по-моему, даже рук. Вот. Вот, ну, вот случай возмутительный, даже он фотографии выкладывал этих людей, ну, вот, к сожалению, не идут люди в милицию, вот, не идут журналисты. Вот. Если бы пошел, я думаю, что можно было... То есть таких пока дел очень мало, единицы людей, которые обращаются, на самом деле... Мало, мало. Хорошо, у нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алина, у меня такой вопрос. Если действительно такая ситуация случается на дорогах, да, даже не то, что с журналистами, вот просто ситуация на дороге, человек ведет себя неадекватно. В таких случаях, если в ответ применять физическую также силу, которая, ну, может закончиться какими-либо там даже минимальными последствиями, то есть это вообще возможно или нужно просто это все терпеть, как? Да, мы как раз обсуждали очень бурно на форуме, почему Данил не ответил ему также физической расправой. Вот, на самом деле, что было бы в такой ситуации, если бы он ему ответил? Статья была бы, конечно. То есть в данном случае будет квалифицироваться действие каждого. У нас не Китай, но, сколько я знаю, в Китае у кого больше побоев, тот потерпевший, у кого меньше, тот виноватый. То есть там таким образом, вот, скажем так, решает полиция, если с этим сталкивалась уже. То есть хамстану хамстану лучше не отвечать, тем более, если физически, да? Вот, если вы хотите, чтобы это хамство было наказано, то, ну, не таким образом, а через органы, скажем так, полиции, то пишите заявление, фиксируйте, набирайте свидетелей. Если вы считаете, что такой путь в данном случае, ну, не верите вот в наши, скажем так, органы власти, ну, вы вправе в данном случае решать силовым путем. Но должны понимать, что за силовой путь будет такая же равносильная ответственность, как и для того, кто на вас напал. Я продолжу. Дело в том, что не будьте столь оптимистичны. Вы, когда будете писать заявление, готовьтесь к тому, что это будет процесс очень длительный, проблемный. И не факт, что он закончится еще и в вашу пользу, потому что противная сторона, она, скорее всего, напишет встречные заявления. И в результате, может быть, ситуация изменится на 180 градусов. Подобные случаи... Не надо так пугать. Подобные случаи тоже есть, но, друзья, я на самом деле просто-напросто за реализм. Пусть люди знают правду. Что их ждет, они должны быть, конечно, к этому вопросу. Не обстановиться, чтобы, конечно, я тоже считаю. Продолжая все-таки вот эту вот тему, могу сказать, что безнаказанность рождает вседозволенность. И, к сожалению, наша правоохранительная структура и судебная структура сейчас очень часто опирается и смотрит не на закон, не на букву закона, а на количество денежных знаков. И выносит решение, опираясь именно на этот довод. У нас есть звонок еще в студию. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Я не буду скрывать, я тоже журналист. И я хочу сказать, что несколько лет назад мой коллега, мы работаем на одном из местных каналов, получил тяжелейшую травму. Ему была разбита очень сильно челюсть, там требовалась пластика. И ему вставляли там железную пластину. Не буду называть фамилию. Те, кто знают, знают. Те, кто не знают, им все равно это. И у меня вопрос такой. В конце сюжета прозвучали слова. Мы считаем, что этот сюжет является официальным обращением в прокуратуру. Вот на мой журналистский взгляд, вот эти слова идут куда-то в космос. Они на самом деле не являются обращением в прокуратуру. Или являются? Вот у меня такой вопрос. Наверное, в Галиниево. Да, да. Сначала отвечу. Дело в том, что я могу сказать сразу же, как только вышел материал в эфир, ну, я не знаю, насколько, видимо, такой хороший общественный резонанс он возымел. Потому что буквально сразу же нам позвонили из УВД Приморского края. Вот в 14.00 вышел материал в эфир. В 14.15 нам звонили из УВД Приморского края и просили копию этого материала, потому что они как раз в конце услышали, что мы расценивали. Позвонили из прокуратуры Приморского края. Я знаю, что в прокуратуре Приморского края звонили мои коллеги из агентства Примомедиа и там тоже просили комментарии. Здесь в этом случае как бы вообще, насколько я знаю, публикация в СМИ автоматически приравнивается. И здесь реакция была практически мгновенная. После выхода материала в эфир практически сразу же были и нам задавали сразу же вопрос вы будете куда-то обращаться? То есть вот вы обратились, что значит? Вы там официальными заявлениями, в виде запись куда-то будете прикреплять? Мы сразу же назвали те структуры, куда мы будем обращаться. Если вы заметили, что там ведь еще есть одно нарушение достаточно. Ну, на наш взгляд, опять же, возможно, серьезное нарушение, когда покидая территорию, ну, на наш взгляд, возможно, выезжает на встречную полосу эта машина. И я, насколько знаю, ГАИ, было обращение в ГАИ, заявление в ГАИ города Владивосток, которое по этому делу тоже там приняло ряд, уже приняло ряд наказаний по этому человеку. То есть уже, уже есть административный протокол, уже вот все это существует. Сейчас, наверное, многие, которые смотрят программу, телезрители задумались о том, что, да, у нас есть возможность об этом сказать в эфире, и на нас обратят внимание, там, возможно, возбудят даже головное дело. А что делать обычному человеку, наверное? Вот может быть такой ход событий, чтобы возбудили дело, когда это касается простого человека, которому нахамили, которого толкнули? Галина? Да, конечно, может быть, но в данном случае все упирается в сбор доказательств. То есть здесь, вот там на лицо есть камера наблюдения, где все зафиксировано. Давайте, да, на что надо собирать, вот скажем, в данной ситуации? Ну, в данном случае не затягивать, конечно, если есть реальные, допустим, побои, повреждения, не затягивать с посещением. Снять побои. Снять побои. А написать заявление. Ну, чаще всего это идешь, пишешь заявление, дают направление, проходишь медицинское обследование, идет какое-то заключение, что есть, нет и какая степень. И, соответственно, это влияет тоже на квалификацию, то есть какое, если будет вважено уголовное дело, по какой статье. Обязательно свидетелей собрать. Вот в деле, который я говорила про журналиста, там огромную роль сыграла, что у кафе есть камеры наблюдения наружные. И в итоге там были изъяты, скажем так, видеоматериалы, которые посмотрели, что действительно это было. Сейчас камеры наблюдения, если мы говорим про центр города, их очень много. Главное, просто вот озаботиться о этом и посмотреть. То есть, да, реальный шанс есть. Что касается официальной публикации, публикация в СМИ, если она говорит о нарушении преступления, то прокуратура и полиция, они не просто, скажем так, могут, они обязаны на это реагировать и проверить в данном случае соответствующие этой действительности. Поэтому нельзя забывать, что вот журналисты, это помимо вот исполнительной, законодательной, судебной власти, да, это такая четвертая власть, которая очень может влиять, скажем так, на определенные события, на определенный результат. И поэтому обращение в СМИ, ведь нередко даже вот вот ваш канал, другие каналы рассказывают о какой-то ситуации, где, которая потом, вот Дмитрий рассказал реальная, да, ситуация, которая потом является основанием для того, чтобы провести проверку и возбудить какое-то дело. И вот, если конкретно вопрос отвечать, то да, это является основанием. Ну, Дмитрий, здесь больше... Да, я опять буду скептиком в данной ситуации. И опять-таки приведу конкретный пример. Дело в том, что три года назад наша программа снимала сюжет по компании Автомиг. Наверняка многие жители Владивостока помнят компанию Автомиг. Это та самая компания, которая, не побоюсь этого слова, воровала автомобили, которые были неправильно припаркованы. И потом за МЗДу возвращала эти самые автомобили. Почему я использую именно такие фразы? Потому что деятельность этой структуры уже признана незаконной. Уже было признано, что... Судом, кстати, признано, что она не имела права взимать деньги за вот эти вот вещи. Наша съемочная группа приехала на арестплощадку этой компании. Мы начали снимать сюжет по этой теме. И столкнулись со случаем немотивированной агрессии стороны одного из руководителей этой структуры, который, А, пообещал нашему оператору, не помню, ну, короче, причинить ему меры физического воздействия, достаточно серьезные. Потом пытался вырвать камеру и ее разбить. У нас было соответствующее обращение в силовые структуры. Дело заволокители. Понимаете? Оно тянулось больше полутора лет. Сначала меняли одно, пытались возбудить по одной статье, ее переквалифицировали и так далее и тому подобное. Понимаете? Я почему говорю людям, чтобы они не витали в облаках и не строили иллюзий. Это действительно достаточно сложные и непростые процессы. Как бороться с этим? Мой рецепт таков. Необходимо что по врачам, что по журналистам, пару показательных процессов, чтобы люди, которые допускают подобные вещи или задумываются о таких вещах, четко понимали, что от возмездия они не уйдут. Ну, а как иначе, конечно. У нас нет столько средств, как у тех, кто ездит на Лонд-Козере. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела, значит, вот все, что я сейчас послушала, да, конечно, это, конечно, ужасно все, грубости на дорогах, водители там все это. Но вот сейчас вот я хотела, значит, спросить о том, что вот сейчас идет в данный момент проверка автобусов общественного транспорта. Значит, вот такие случаи бывают. Я бы хотела очень обратиться к нашим пассажирам, к нашим людям. Происходит что-то ужасное. Вот едет водитель, разговаривает по телефону. Очень много водителей сейчас среднеазиатской национальности. Очень много. В основном. Вот. Вот, значит, был случай. Останавливается на пешеходном переходе. Я к нему обращаюсь. Замечания делаю. Выгорю встали на пешеходном переходе, на спортивной. Все. Это куча матов, куча, значит, всяких грубостей. И что вы думаете, пассажиры мне говорят, оставьте водителя в покое. Вот он едет и не мешайте ему работать. Вот такая ситуация. Везде, вы понимаете, везде. Даже вот водители автобуса. Вот тоже недавно произошел случай. Кто-то что-то кому-то там подрезал. Он ему перегородил дорогу, подъезжает к этому автобусу. водитель автобуса, несмотря что сидят пассажиры, это были такие жуткие маты. Вот среднеазиатской национальности был водитель, молодой парень, он так его материл. Нет, ну как-то же можно это все. Вот я как-то уже жаловалась управляющей компанией туда, к ним, ну вот этот, которые заветуют этим. Все понятно. Спасибо большое. Безболезно. Спасибо большое. Все ясно. То есть можно ли как-то в таким случае повоздействовать на таких водителей, которые очень грубые? Мы ответим сразу после рекламы. Хорошо? Спасибо.